Если мы хотим вставить окна и двери уже не архикадовские, а в максе заменить на более детальные или на подходящие по раскладке, во-первых, как сделать так, чтобы у нас здесь вместо окон и дверей были просто пустые проемы? Это настраивается вот здесь. Меню вид, элементы в 3D виде, фильтрация, так, фильтрация, сечение элементов в 3D, вот этот пункт. Вот здесь можно убрать галки с тех типов элементов, которые мы хотим скрыть. Беру, скрываю окна и двери. Они же у нас не в отдельном слое лежат, которые можно скрыть, а это тот же слой, что и стены, потому что часть стены. Поэтому скрыть их можно только вот здесь. Все, они исчезли, можно в максе сюда вставлять уже какие-то свои. Еще раз, это в 3D виде, когда мы находимся, меню вид, элементы в 3D виде. Фильтрация, сечение элементов в 3D и отжимаем галки от того, что мы видеть не хотим. Теперь файл, сохранить как, и формат FBX, либо OBJ. Документы, назвал, сохраняю. Здесь повторяю, что оптимизацию лучше врубать. Текстуры пока пускай будут, архикадовские, потом заменим на короновские. Ну и все, нормально. И в максе мы сначала открываем уже настроенный нами файл, шаблон, где там есть уже коронный рендер стоит, как рендерер. Миллиметры стоят. И в этот настроенный файл шаблона мы пихаем, импортируем архикадовскую коробку. Импорт, импорт, папка документы, файл FBX. Тут уже настройки не трогаем, все как есть. И теперь будем вставлять сюда уже наши окна и двери. Вот я скачал. Скачать, конечно, лучше в идеале в формате Макса. Ну, скетчап это просто будет импортированная модель. Пробую так же, как в архикад, перетащить в макс. Открываю папку. И тащу сюда, бросаю скетчаповский файл. Ничего зависит. Тоже тыкаю, куда вставить. Ну, вот она, дверь. Проверяю, это у нас единый объект. Тут нет свойств никаких, поэтому объект это группа, я понимаю. Вот, и тут написано тоже. One Group Selected. Выбрана одна группа. Ну и пускай будет группа. Хорошо. Теперь вставляю дверь в проем и подгоняю по размерам. Суть этого урока, именно подогнать по размерам точно. Опять же, я люблю изолировать, чтобы ничего не мешалось. Дверь, стены, изолирую и тащу дверь в стену. Во-первых, врублю привязку. Жму на тройку. Проверю, к чему привязка. Жму правой кнопкой мыши на тройке. Прязку к сетке отрубаю. К вертексам врубаю. И, конечно же, Enable Access Constraints, как всегда, сразу врубаем. И теперь тащим дверь в горизонтальной плоскости. Чтобы вверх не утащилась случайно, я хватаюсь, наложу на вот эту плоскость, на этот квадратик. И тащу по X, по Y в любую сторону. То есть я не могу поднять ни вверх, ни опустить вниз. Все, эта плоскость активна. Я могу браться за любую точку. Дверь потащится только в этой плоскости. Вот я что-то за точку взялся, она не за точку вроде тащит. Сейчас проверим. Дотащил. Хотя, нет, все правильно. Дотащил. Проем вставил. Врублю видимость граней, чтобы было понятнее. Edged Faces. И, наверное, врублю режим Clay. Чтобы у нас было видно геометрию хорошо. Можно тут здесь ортографический вид поставить. И кнопкой G убрать сетку. Ну, просто в перспективе он как-то сбивает меня лично. Ортогональный вид как-то поудобнее. Разворачиваю на весь экран. И можно заодно оптимизировать модель. Убрать у стет лишние вот эти вот грани. Мы сейчас это оптимизируем. У нас перетащилось как Editable Mesh, а не Editable Poly. Поэтому потом конвертируем в Edit Poly. Но можно и Mesh оставить. У Mesh плюс, что занимает меньше места в оперативке и на диске. Уйдет поле, размер файла получается просто больше. Поэтому пускай будет Mesh, пока не важно. Нахожу здесь модификатор Optimize. Нажимаю, вернее, галку Auto Edge. И что-то он фигню какую-то мне сделал. Потому что, скорее всего, здесь он оптимизирует. И все это просто полигоны у нас удаляются. Я просто взял, поставил здесь минимальное значение. Тогда нормально. Чем больше вот этот вот порог, тем больше он оптимизирует. И тем больше все портит. Сейчас стали самый маленький. Все. У нас лишние грани сейчас удалены. Но потом, по-хорошему, стоит сделать так, чтобы у нас вот здесь, вот здесь, появилась тоже грани. Потому что иначе могут быть артефакты вот здесь, что этот полигон, такой вот Г-образный, возьмет и вот здесь тоже вылезет. Поэтому я накидываю еще один модификатор Turn to Poly. Перевести в поле. Turn to Poly. И в нем ставлю галку Keep Polygon Convex. Вот. Я говорил об этом. Что полезно вот эти вот полигончики, эти ребра, вернее, сделать здесь. Чтобы полигоны были правильные. И тут я вижу сглаживание. Видите, вот такие вот градиенты. Значит, у нас почему-то сглаживание тут работает. Где-то оно тут накинулось. Сейчас я это сглаживание удалю еще одним модификатором. Называется Smooth сглаживание. По умолчанию он, наоборот, делает все идеально четким. Без сглаживания. Все. Вот три модификатора. Первым я добавил, вернее, удалил лишние грани. Потом добавил нужные грани вот эти. И потом сделал все идеально четким. Без сглаживания все полигоны. И теперь можно конвертировать. Где-то уже выйдет в поле. Оптимизированные стены архикадовские. Для этого правой кнопкой мыши. Конверт to. Это два поля. И сейчас нужно поставить дверь. в этот проем. Я бы взял и скрыл лишние полигончики. Ну, допустим, эти полигоны оставлю. Или даже лучше не эти полигоны. Ну, вот эти вот. Этот. Прям слепую тыкую. Знаю, что он поймается. Этот. Вот он поймался. И сверху. Хотя сверху мне не нужен. И возьму, скрою все остальные полигоны, все остальные стены. Здесь нахожу Hide Unselected. Кнопку спрятать не выделенная. Hide Unselected. Вот. Я вижу здесь уже все. Теперь мне отлично видно. Вот до этих вот граней нужно дверь подвинуть. Иду на вид сверху. Из режима выделения полигончиков выхожу здесь. Нажимаю. И мне нужно дверь подтянуть вот сюда. Потом растянуть, растащить вот до этого. Чтобы дверь встала идеально в проем в стене. Так, подбегаю. Ось Х активна. И по ней обратно дотаскиваю до этого края проема. А вот это все я растяну до этого края проема. У нас это группа. В группе у нас несколько объектов. Сейчас проверим сколько. В принципе, их довольно много. Открываю список слоев и объектов. И вот это все. Группа. В ней еще группы есть. Группа-ручка есть. В группе-дверь. Это столько объектов. Беру, накидываю модификатор на группу. Edit Poly. Таким образом, я могу менять форму всей группы. Выберу точки. Вот эти все точки подвину. Иду наверх. щелкну на оси Х, чтобы она была активной, чтобы длилась только по оси Х. Влево, вправо и все. Хватаюсь за точку на краю полотна двери и дотягиваю ее до проема. Все. Я изменил форму. Растянул. Теперь можно это все конвертировать и опять выйдет поле. А, и по высоте еще точно по высоте это я не изменил. Выделяю теперь кусок двери сверху и тащу теперь по оси Z. Щелкну на оси Z она теперь активная. Тащится теперь только вверх-вниз. Схватился за верх двери, дотащил до верха проема. Вот так мы идеально подогнали дверь под проем. И пускай будут зазоры. Конечно, из-за косяков ничего этого не видно будет. Косяки можно удалить. На мину, что вот эти вот наличники. Но лучше возьму и прямо сейчас сдвину, чтобы было прямо правильно. Какой-то зазорчик между проемом и полотном двери. Ну, допустим, пускай у нас будет по X-у 5 миллиметров. С этой стороны наоборот минус 5 в другую сторону. Минус 5. И вверх всего этого на 5 миллиметров вниз. Z минус 5 тоже. Все. У нас теперь везде между полотном двери и дыркой в стене проемом есть по 5 миллиметров зазор. Вот это полезный способ. Можно менять скаченные модели по вашим точным размерам. Не важно, дверь, окно, мебель, сантехника, что угодно. Теперь выделяю остатки стен и в режиме выделения полигонов или цифра 4, горячая клавиша 4 жму Unhide All показать все. вот способ для подгонки скаченных моделей по вашим точным размерам. И можно сделать это опять уже Edit Poly Convert to Edit Double Poly. Теперь это группа и в группе опять уже Edit Poly объекты. Добавил скаченных моделей